Первые две серии, в принципе, можно сделать в неплохой отдельный мувик в вакууме. Всем привет, это KK. Из-за постера я ожидала аниме про небольшой школьный клуб со всеми тропами тайтлов про маленькие школьные клубы, но здесь оркестр оказался даже, по-моему, побольше, чем в эуфониуме. И если в том же эуфониуме главные героини в основном играли на духовых инструментах, то здесь у нас струнные смычковые, ну или точнее даже скрипки. Там один играет на виолончели, но он настолько второстепенный персонаж, что всё равно. Главный герой Хаджиме Ооно в начале немного эмо и даже не из-за прически. Кстати, тут игра слов с фамилией главного героя и названием аниме. С самого детства он играл на скрипке, как и его отец, известный скрипач, который, кстати, и обучал главного героя. Ооно выигрывал множество детских конкурсов, подавал огромные надежды, но журналисты раскопали, что у отца Ооно роман на стороне, семья распалась и главный герой остался с матерью. Развод родителей сам по себе тяжелое событие для ребёнка, а уж по такой причине. Тут ещё журналисты напали на сенсацию как чайки, не давая прохода ни Ооно, ни его матери. Из-за обиды на отца главный герой забросил скрипку, а из-за желания спокойной жизни решил поступать в старшую школу подальше от средней, в которой учится сейчас. Учитель, курирующий его класс, знающий о его способностях к скрипке, предлагает ему школу с оркестром. Но Ооно всё решил, ему нужна обычная школа. И части аниме нам показывают страдания главного героя, нагоняют много драмы, что он хочет убежать подальше, где его не знают. В то же время, на начало повествования мы видим, что скандал этот уже никто не обсуждает, к ним домой не ломятся журналисты, и всё вроде бы спокойно. И я понимаю, что для главного героя это травматичный опыт, но нам потом показывают персонажи, у которых более серьёзные причины убежать. Но давайте вернёмся к обсуждению начала аниме. В медкабинете главный герой встречает Рицко Акина, играющую на скрипке. Плохо, но она старается. Мне она сначала напомнила Аску из Евы, вспыльчивым характером и прической. Но чем дальше я смотрю, то понимаю, что, наверное, больше прической всё-таки. Рицко дружила с девочкой, которую булили. Эта девочка перевелась, и булить стали уже саму Рицко. И чтобы убежать от этих проблем в школе, она решила научиться играть на скрипке. И мне этот эпизод напомнил похожий в Мартовском льве. Но тут всё разрешится немного по-другому. Назвать Рицко главной героиней сложно, потому что в какой-то момент на неё забивают, хотя до этого много вложили в развитие этого персонажа. В общем, учитель предлагает Аона учить Рицко скрипке, а девушка поможет главному герою с разными школьными предметами. Она всё же третья по успеваемости в школе. Так, занимаясь Рицко, Аона понимает, что он всё же любит скрипку. И бросать любимое дело из-за мудака отца – это инфантильное решение. Обычно мне не нравится долгая вступительная часть, но здесь всё прошло на удивление легко. Возможно, потому что я заранее знала, что здесь будет 24 серии. Вообще, это начало само по себе могло бы быть неплохим цельным мувиком на час-полтора, если правильно расставить акценты, но и поругать его есть за что. Пусть чёткая сюжетная линия здесь и выстраивается, но совсем непонятно, сколько времени проходит между событиями. Учитывая, что Рицко подняла уровень игры на скрипке снова до приемлемого звучания, то какой-то спидран на несколько месяцев получается. Всё же не хватает здесь какого-то слайд-шоу, где главные герои попеременно учатся и играют на скрипке. С другой стороны, независимо от вида, я не особо люблю спидраны, потому что когда начинается основная часть повествования, то темп кажется слишком медленным. После поступления всё-таки в школу с оркестром вместе с Рицко, наш милый мобой всё ещё сомневается, в какой клуб вступить. Более того, к сомнениям прибавляется тот факт, что убежать от старой жизни не получилось. Наоборот, он встретил старых знакомых ещё со времён музыкальных конкурсов. И опять все эти переживания главного героя кажутся перебором, потому что никто из его старых знакомых не упоминает ту ситуацию. Только один раз, когда они сидели всем оркестром, и главный герой назвал своё полное имя, кто-то там в толпе сказал, что это же сын того скрипача. Но всё это закончилось буквально на одной сцене. Сыграв партию вместе с талантливым скрипачом Нао Саэки, о котором ещё при поступлении говорила вся школа, Аона всё же решил вступить в оркестр. Нао мне сразу показался странным. Играя вместе с Аона, он не придерживался ритма, как будто вызывает его на дуэль. Плюс говорит так, будто знает о главном герое всё. Но на самом деле Нао просто кудери, и вроде хочет подружиться с главным героем, но не знает, как это выразить. С ним связан сюжетный поворот, который мы раскрывать не будем, потому что раскрывается он уже под конец аниме, и пойдём дальше. После того, как Аона выходит из своего эмо-состояния, повествование переключается на других персонажей. И это, конечно, должно было случиться, но мне казалось, что всё это будет уже после того, как Аона решит все свои проблемы. И, возможно, из-за таких моих ожиданий, после нескольких арок второстепенных персонажей, мне показалось странным возвращение к теме страдания главного героя из-за своего отца. Первая арка — это Хару Кадзакура. Она та самая подруга Рицка, над которой издевались в средней школе. И тема буллинга здесь раскрыта отлично. Хорошо показано, что жертве буллинга всегда нужна поддержка, иначе она может начать винить себя в происходящем. А ещё у неё может развиться ПТСР, что с Хару и случилось. Она и так была стеснительная, а буллинг ещё больше на это повлиял, что отразилось на её игре. И мне нравится эта арка, но хотелось бы, чтобы её изменения показали через игру на скрипке. Тем более повод есть — прослушивание для большого концерта. Ещё здесь есть часть про то, что она и Ауна в детстве участвовали в одних конкурсах. Даже обещания какое-то друг другу дали. Но эта тема вообще не раскрыта, и я так и не смогла понять, зачем оно вообще тут было. Другая занимательная арка — это конфликт Рицука и Сидзука Татсибаны. Тоже первогодкие, но более опытные, чем Рицука. И в нём мы видим, как изменилась Рицука, стала более взрослой. А дальше напряжение спадает, хотя у нас здесь прослушивание, экзамены, соперничество Ауна и Нао никуда не делось, но динамики стало меньше. И я сначала не поняла, что конкретно не так, но потом меня осенило. Рицука не прошла прослушивания, и поэтому её стали показывать намного меньше. И если Ауна ещё хоть какие-то эмоции выражает, то Нао вообще никакой. Я понимаю, что его специально таким сделали, но в какой-то момент просто становится сложно смотреть. На несколько минут взаимодействие Химека и Хатори смотреть интереснее, чем за этими двумя. И в целом аниме кажется каким-то долгим. Ну, может, конечно, это просто 24 серии, но сейчас на самом деле не об этом. И я уже говорила, что первые две серии, в принципе, можно сделать в неплохой отдельный мувик в вакууме. Также, если бы сконцентрировались только на Оно, то было бы меньше серий. Можно бы было сделать аниме про оркестр и его проблемы, но тогда нужно делать больше интересных персонажей, а тут и с основными не очень хорошо получается. А вообще здесь всё смешали, поэтому ни одна линия не кажется цельной. Нужно, конечно, упомянуть слона в комнате, а именно графон. И это плохо. Обычно по вседневности прощаются многие косяки, но тут у персонажей постоянно плывут лица. Можно такое терпеть 12 серий, но не 24. А ещё, если мы говорим о главном герое, здесь есть долгие кадры с ракурсом со стороны чёлки. Видимо, чтоб лишний раз не рисовать лицо. Другой момент – это CGI. Они сделали много не таких уж плохих моделек. Движения даже при игре разнообразили, а не просто копипаст. Но 3D на фоне ДВД смотрится крайне неестественно, особенно когда в кадре присутствуют персонажи в обоих техниках. Тоже фоне в плане демонстрации игры просто сказка. Ну а ещё, как всегда, проблема с одеждой, в частности с юбками. Последнее время студия Nippon Animation меня немного расстраивает. Вообще, как мне кажется, они больше известны своими адаптациями произведений мировой классической литературы. Хотя в основном, наверное, литература стран Европы. Ну, неважно. Да, там анимация тоже была не особо впечатляющая, но сам концепт интересный. Но последнее время они выпускают аниме про школьные клубы. И это очень нишевые, незаметные произведения. И прошлые аниме на тему школьных клубов были весьма проходные. Но там хотя бы какие-то интересные персонажи попадались. Вот такие мои мысли по поводу этого аниме. И как всегда, всем спасибо за просмотр. Увидимся в моём следующем видео. Пока-пока.